Павел сделал на столбах высотой сантиметра 80 стеллаж такой огромный стеллаж жестью покрытая чтобы мыши не залезли на сено вообще невиданное дело и укрепила не упала ничего так вот туда откинь где-то на забор повешай это алюминий и вот они сегодня пришли там копали мы там где копали там стоит я покажу где это там рядом канава нашего города наша усадьба тут мы батюшка отец Аким родился Акимка все остальные все прошло здесь родина считаю иной здесь так ты чуть его не задел за лицо этой крестовиной то что ты так неаккуратно сейчас он расчищешь ржавчиной поближе к стенке Володя ставь вертикальные столбы которые вот эту вот она прикованная ее надо подальше маленько откиньте которой нужно болты открутить и не ложите в общую кучу подальше вот подбросить вот а потом прийти сюда с ключами размонтировать вот сегодня все разобрали давай разобрали начали возить один при том жил такой у него постройки были вот это все развалено тут фильм можно про беларусь снимать военную не завалите которые болтите нужно убирать вот так это хорошо у нас это место нету да жесть не первого сорта отверстие но тут все может годиться еще раз говорю хорошо здесь в деревне петли на право распилили дрова пожалуй это не Тикина усадьба это у него вон балкон здесь зашито и так у вас выйти посидеть посмотрите все требует ремонта тут наличники пропенить то есть работа это кусы огромной черемы это где-то зерно склад было там видать склады были разделяющие помещение жесть обитый угольник это все сгодится потом хозяйстве когда все разрушалось а тут возили кто что мы у павла была лошадка ему очень неудобно было это делать ну удобно при желании имеется ввиду вот тут Алешин дом еще не видать на след это вот тот самый стеллаж который павел делал для стога сена ну я даже могу сейчас показать сколько он 1 2 3 4 5 5 метров 5 это понизу 1 2 и 2 метра ширины 5 на 2 10 квадратных метров но за счет досок горбыле оно расширялось на много во все стороны и все закрепил внизу подвел жесть чтобы мыши не попадали потому что мыши сильно портят и корова и лошадь у нее было даже две лошади этот один я сегодня размонтировал только все время думал какой работник и рюмка все сгубило так что ему пришлось все бросить и уехать дом продать ну это решили сегодня разобрать оно гниет здесь вот оно видно где наши наш дом стоял точно так же стоял дом в таком же положении ну это не похоже дом конечно тут этаж второй жилы можно сделать а здесь вот прямо рядом вот я ногой только ступил и канава канава который копал отец брата моим самуилом помню крота они тут достали а тут кое-что пойдет дело еще остальное на дрова благослови господи и павла самуила и тихона вот нам в чужой труд вошли а раз тут оно было закрыто и ничего не росло солнца нету дождя нету все высохло вот так если все закрытие хрен этот погибнет вот он хрен то хреновый огород то я говорю вот он зеленый он довольно импозантно выглядит вообще больные суставы голени колени даже колени именно сегодня матушка людмила ивановна рассказывала говорит надо лить все эти сыре со всех со всех сторон обложить где колени сгибаются и шарфом оботать на ночь я уже не первый раз это слышу можно попробовать ни копейки не стоит обычно говорят прежде чем что-то делать надо врачу показать ну врач сам не видал этого хрена может в глаза посоветовать советский какой-то служащий был во Вьетнаме ну и деньги вытащил там за его осмотре осмотр какой-то болезни у него у них а врач говорит нет деньги зачем брать я горшок начал делать он развалился вы будете платить он говорит нет так и здесь неизвестно чем кончится но у нас медицина вот на таком уровне моя сноха он говорит четвертый месяц пятый там какой-то назвал по пользу себя определяет у нее будет мальчик или девочка сноха сама себя вот так осторожно с гвоздями гвоздей там много потом все это вырвется мы можем в течение недели его перебрать большие доски только в конце когда полный кузов будет тогда наискосок их положить это вывезешь туда к Володе потом эти щурки все загрузить оно уменьшается а вот этот бери с этой стороны как некоторые смотрят вот снимает они работают как не работает пять соток картошки убрали если я корреспондент средств массовой информации значит я должен кое-что видеть съездил на поле ну за штурвалом не сидел с терентием барабашом терентий Игоревич ну проехал круг посмотрел как загружается ищмень я не знаю что с ищменью будут делать кроме пива сегодня я все размонтировал вот это что есть все отрывал отламывал как можно а до обеда мы вместе работали вот так дальше я не знаю на солнце тут не видно будет куст черемухи и уже покрывается красным светом вон видать там жили Мельчакова тетка Пелагея Пелагея Дмитриевна а отец у меня Тихон Дмитриевич одна воспитала троих детей мужа в лагерь пригнаили может за дело не знаю а сын его Иван Наумович тот Наум отец его в прошлом году умер на два года старше меня был бульдозерист комбайнер комбайнер не комбайнер да на селосной машине работал все премии соберет и ему взяли стержень стеблю кукурузы привязали шкворень барабан замолотил все полетело сколько время он потерял пока менял а потом соли насыпали не одну пачку в радиатор вот он отремонтирует и опять все премии соберет такой вот случай случай я только с одним человеком не знаю Иван Наумович Митчуков Он Паган Селаешь Вы видели какие грибы то выросли Да это поганка очень опасно бледная поганка Смертельные гюрзы змеи. Вот сейчас он пускай сюда встанет. А мелочь, которая дрова, просто откидывать дальше. А это остальное здесь удобно гозди вынимать. Ну Никита молодец. Так бы нам это не Никита, так все бы делали. И сразу трактор отвезите, сразу же. Поблагодарите, защитите там, подмести. Хорош! Все, начинается разгрузка. Да, кидай сразу туда, мелочь. Мелочь, гнилушки туда сразу кидайте, это на дрова. В деревне хорошо, всегда работа есть. Вот переходите от Володи к Никите. Вот дверь. А рядом облупишка растет. Ураган с нами ездит, чемпион России, защитно-караульная служба. Это не какая-то собака, красавец. Мучается, щурку гоняет. Вот тут крапива. Ее надо выхорчивать. На 10 дней вперед работа занаряжена. И все необходимо. Вот. Павел это делал, было нужда. Уехал. Столбы сгнили. Мы убираем это. Русского человека всегда так. А немцы говорили там, говорит, русский швайн работает райн. То есть делает чистую работу русская свинья. Да свиньящились. Расколотили. И, говорит, осиновый кол вогнали гиперизму. Вот и все. Расизму знают. Конечно, как говорит Солженицын, трупами завалили. По пять за одного. Ну, в конечном-то со счете. Дохвалились. Такие они умные, хорошие. Ну, и не получилось еще из этого. Уверхи это, где здесь? Ну, крути-ка, Леснико, пожалуйста. там еще машина ведет за хлебом Никита какие арбузы растут нет маленькие такие вот такие вот один был вот такой ну давай вот такой